Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. До Нового года буквально остались считанные дни. Если вы до сих пор не знаете, как провести праздничные выходные и что подарить своим близким, я вам расскажу. Впервые в Твери новогоднее ледовое шоу для всей семьи. Бременские музыканты на льду. 2 января в спорткомплексе юбилейный культовые герои любимого мультфильма «Встанут на коньки». Пес-жонглер с волшебными кольцами, петух-акробат, кот-волшебник с фокусами, сыщик-похититель прекрасной принцессы, смелый трубадур и его друзья. Знаменитые песни в исполнении Димы Билана и Александра Ревы порадуют родителей. Освещение полета над ареной, видеопроекции на экран и ледовую поверхность заинтересуют детей всех возрастов. Современную аранжировку песням придал автор олимпийских программ Евгения Плющенко, участник победной команды России на Евровидении 2008, композитор Эдвин Мартон. Билет на шоу может стать хорошим подарком на Новый год. Организаторы советуют приобретать их уже сейчас. Шоу будет гасить в Твери всего один день и количество ограничено. Места продажи билетов на сайте интерфесс.орг и во всех кассах концерт Тверь и кассир.ру. Считанные дни остались до уникального концерта, который состоится в ККЗ «Панорама». Тверича на госте города ждет самый настоящий вечер британской музыки. Зажигательные ирландские танцы, кельтская арфа, ну и, конечно же, выступления волынщиков. А накануне их руководитель Евгений Лопекин провел мастер-класс для всех желающих. Но с какой еще мелодией, как ни с этой, мог начать свое общение с тверичанами Евгений Лопекин? Именно под храбрый Шотландию он вошел, а точнее промаршировал до сцены. Именно так, по его словам, надо исполнять музыку на волынке, которым увлечен уже более 15 лет. При этом есть разница между волынками, на которых играют в двух самых известных кельтских странах. Самое, наверное, основное отличие визуально, тем, что если шотландскую волынку я воздух задуваю в мешок, то ирландскую волынку я в нее воздух закачиваю, качая локтем. То есть с помощью специальных мехов. Эту волынку Евгений заказывал специально в Шотландии. Оттуда же и каждый элемент его сценического костюма. Начиная со знаменитого килта и заканчивая ботинками. Именно в такой экипировке он вместе со своими товарищами по оркестру «Сити Пайпес» предстанет и перед зрителями, как и за панорама, который услышит программу «Рок легенды на волынках». Почему такое название? Потому что это квинтэссенция каких-то ярких образов. То, что можно сделать на волынке, то, что можно представить. И в этот раз у нас будут гости. У нас будет ансамбль ирландского танца «Келти Квинт». И будет великолепная архистка Зоя Визовская. Таким образом, в осенний вечер 28 ноября Тверича на гостях города ждет самый волшебный вечер кельтской музыки и танцев. Программа рекомендована для зрителей старше 6 лет. А сейчас о премьерах на большом экране. Что можно посмотреть в ККЗ «Панорама» на этой неделе, расскажем в нашей специальной подборке. В основе фильма, несмотря на трейлеры, вовсе не киберпанк, а апокалипсис и все, что вращается вокруг него. Москва становится последним оплотом существования людей. В фильме звучит понятие «круг жизни» после того, как во всем мире внезапно отключили свет. Что-нибудь видел подобное? Я про такое даже не слышал. На землю не падал метеорит. Террористы не придумали глобальной угрозы. Сверхдержавы не развязали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большой частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе. По своим очертаниям, напоминающим круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое. И как долго продержится последний аванпост человечества. Плюсы аванпоста – это красивая, богатая картинка, показывающая, сколько денег вложено в фильм. Сцены с неоновым восходят будущего, разрушенными мостами и горами трупов впечатляют. Неплохое музыкальное сопровождение и попытка внести в идею философский посыл. Возрастное ограничение картины – 16+, и киноконцертный зал «Панорама» на Смоленском, 29, ждет всех желающих на премьеру. Заказы бронирования билетов – ККЗ «Панорама» по номеру телефона 300-033. На этом у меня пока вся информация. Мы с вами увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы «Культфьюжн». Пока-пока!